Великой Победы Накануне 75-летия Великой Победы мы вспоминаем евреев, героически сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Сегодня мы расскажем о герое Советского Союза Шалтиэле Абрамове. Шалтиэле Абрамова в шутку называли трижды героем Советского Союза. Своим героем его считают в Дербенте, где он родился, в Махачкале, где он вырос, и в Грозном, откуда ушел на фронт и куда вернулся после победы. За годы войны он получил девять ранений, но каждый раз возвращался в строй. Оборонял Сталинград, прошел с боями Украину и Польшу. Шалтиэле Абрамов родился 11 ноября 1918 года в Дербенте. Рано осиротел, оказался в интернате в Махачкале, где и закончил среднюю школу. Переехал в Грозный, поступил в нефтяной институт. С четвертого курса в 1941 году был призван в армию. 7 февраля 1945 года в боях за Познань Шалтиэле Абрамов был серьезно ранен, но продолжал командовать ротой. А меньше чем через две недели, 19 февраля, он заменил погибшего командира батальона. Под его командованием был захвачен один из стратегических пунктов в поле с радиомачтами. Он сам поднялся на стену крепости и водрузил там красное знамя. В один из моментов боя Абрамов выдержал схватку с шестью немцами. Пустив в ход гранату и клинок, он справился с пятью противниками и одного взял в плен. Всего в ходе этого наступления батальон Абрамова уничтожил 400 гитлеровцев и взял в плен полторы тысячи. 31 мая 1945 года Шалтиэлю Абрамову было присвоено звание Героя Советского Союза. Ему было 26 лет. Всего за годы войны, кроме звезды-героя, он был удостоен ордена Красной Звезды, Красного Знамени и Отечественной войны Трех Степеней. После войны Шалтиэль Абрамов вернулся в Грозный на четвертый курс геолога разведочного факультета Грозненского нефтяного института. Закончил учебу, защитил диссертацию, остался преподавать и стал деканом факультета. Со своей женой познакомился на фронте. Она была лейтенантом санитарного батальона. У них родились сын и дочь. В 90-х годах семья переехала в Москву. В доме Абрамовых всегда радостно принимали гостей. Особенно хозяин любил, когда приходили горские евреи. Радовался возможности поговорить на джури. Шалтиэля Абрамова не стало 14 мая 2004 года. Когда у него спрашивали, вспоминает ли он войну, Абрамов отвечал так. Разве можно забыть о зверствах фашистов? Разве можно предать забвению подвиги однополчан? Нашим единственным утешением было то, что мы мстили за смерть наших дорогих людей. Это придавало нам силы. Мы верили в победу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова